Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин и сегодня у нас 6 ноября, это радио НВН начинает нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Ну, самым важным событием, которое может повлиять и на нашу с вами жизнь, и на жизнь практически всего остального мира, стали, естественно, выборы президента США, которые вчера прошли. И, надо сказать, сейчас уже никто не сомневается в том, что победу на этих выборах одержал Дональд Трамп. 45-й президент, который станет заодно и 47-м. По-моему, впервые в истории США некий человек сумел избраться во второй раз президентом, потерпев поражение после первого своего президентского срока. Уже и CNN, и Reuters, и многие другие важные американские серьезные издания объявили о победе Трампа, поэтому, собственно, это уже практически дело решенное. Ну, и я хоть не CNN и не Reuters, но еще 10 дней назад, 27-го, октября выпустил ролик под названием «Камала Харрис проиграет выборы». То есть, я уже тогда знал, чем все дело кончится, потому что я, в общем, откровенно говоря, даже не сомневался, что у вице-президентки, все еще действующей американской, не было реалистичных шансов выиграть, одержать победу на этих выборах и стать новым главой государства. То есть, на мой взгляд, честно говоря, я думал, что уже давно нет таких шансов ни у Джозефа Байдена, ни у «Камала Харрис». Собственно, мое-то предсказание сбылось, и президент там она не стала, выбран и проиграл. Виноват, правда, в этом, я думаю, не Дональд Трамп, ну, не только и не столько Дональд Трамп, я думаю, компанию свою Трамп вел посредственно, ничего выдающегося он не продемонстрировал, но демократический истеблишмент Джозеф Байден и сама «Камала Харрис» вели себя настолько бездарно, настолько бестолково и по-идиотски, я прямо скажу, что проиграть им было довольно сложно. И начнем давайте с Байдена, я скажу, что Байден, на мой взгляд, заметно тормозил, нескладно говорил, даже перед выборами 2020 года, когда он, значит, впервые шел на президент, точнее, не впервые шел, но когда он победил в результате. В 2020 году его вот эта неспособность нормально формулировать свои мысли и адекватно говорить была, в общем, уже всем заметна. То есть это не было каким-то скрытым знанием, и все видели, что голова у него, так сказать, уже работает существенно хуже, чем работала раньше. И, знаете, тогда на первых праймерис вот это качество Байдена, ставшее абсолютно очевидным, все над ним смеялись по большому счету, тогда не позволило ему даже победить на первых праймерис. Он первый праймерис в 2020 году разгромно проиграл. И, кстати, «Камала Харрис» тогда была его конкуренткой на тех праймерис и тоже себя показала очень слабой, очень беспринципной, глупой, бестолковой. На самом деле она начинала гонку в 2020 году с огромным преимуществом, у нее было 15-20% за нее были готовы голосовать, но все это преимущество она растеряла и пришла к первому праймерис, фактически с отрицательным рейтингом, у нее рейтинг был в районе 1%. То есть за нее не хотели голосовать даже чернокожая женщина, к которым она, будучи сама чернокожая женщина, апеллировала на больше всего. Хотя на самом деле кожа у нее не очень черная, ее так называют черной, хотя она, как говорится, культурно черная, хотя по цвету она, конечно, никакая не черная, я думаю, она даже белее, чем я. Но, смотрите, «Камала Харрис», конечно, показала себя абсолютно никудышным кандидатом на тех, я думал, ее политическая карьера тогда и закончится. Но нет, не закончилась она, кстати, тогда ее политическая карьера, как раз потому, что она настолько слабый политик, таким она бездаром политиком оказалась. И поэтому ее взяли работать в администрацию Байдена, как-то случилось, чуть ниже расскажу. Так вот, смотрите, Байден проигрывал и проигрывал эти премарис, и к победе тогда уверенно шел кандидат от, скажем так, левого крыла демпартии, Берни Сандерс. Он, хотя не является членом демократической партии, он независимый политик, то есть он не принадлежит ни к одной из партий, но он как бы вместе всегда сотрудничал с демократами, потому что они ему ближе были, чем республиканцы. Так вот, Сандерс выступал тогда за повышение минимальной зарплаты, за введение налогов на сверхприбыли корпораций и отдельных людей и так далее. То есть, ну, такую политику он проводил, скажем так, даже не столько американскую хотел проводить, а скорее европейскую, то есть европейскую социал-демократическую политику. Для Америки это ультралевое считается, хотя в Европе это абсолютно нормальная история, так знаете, как Швеция, даже Швейцария. Почему? Потому что Берни Сандерс, например, не выступал за отмену права людей на владение огнестрельным оружием. У него, по-моему, у самого есть огнестрельное оружие, он говорил, что он выступает за сохранение этого права. То есть, это скорее такой швейцарский политик, я бы так сказал, чем американский. Но в Америке он вызвал у эстеблишмента американского просто ужаса. И они собрались весь эстеблишмент во главе с Бараком Обамой, во главе с Хиллари Клинтон. И они вместе сделали все возможное и невозможное, чтобы подставить ножку Берни Сандерса и сделать так, чтобы тогда победил Джозеф Байден. И, значит, на самом деле они сделали плохо тогда эстеблишмент демократический. Почему? Потому что Сандерс по всем опросам на 15-20% опережал бы Дональда Трампа в прямом столкновении с Трампом. И если бы тогда он победил Сандерс на праймерис, то он бы стал президентом США. Но тогда эстеблишмент собрался с силами всех остальных кандидатов с праймерис, выгнали, оставили лишь одного Байдена, привели массированную идеологическую обработку чернокожих жителей Южной Каролини. И в этом штате победил Байден. Уже после этого все средства массовой информации так или иначе под контрольный эстеблишмент стали говорить, что Байден это безальтернативный кандидат, голосуйте только за Байдена, только Байден способен победить Трампа и так далее. В общем, таким образом, по сути дела шулерским образом, Байден победил на праймерис и стал кандидатом от Демпартии в 2020 году. И вот тогда Байден говорил, что я своими силами собрался и вот стал тем самым человеком, который разбил Трампа. На самом деле это полная фигня и фуфло. Байдена просто за ручку привели к победе над Трампом. Ему даже ничего делать не пришлось, потому что помните, тогда в 2020 году вовсю бушевал ковид, и всю избирательную кампанию Байден сидел у себя в своем поместье в штате Дилавер. Он вообще никуда не выезжал и не вылезал. Почему Трамп проиграл? Потому что, опять же, Трамп вел себя как идиот тогда. Он там везде выступал с какими-то безумными абсолютно речами, выдвигал какие-то идеи странные, связанные с ковидом и так далее. В общем, Трамп сам себе выкопал могилу. Байдену даже ничего делать не пришлось. И Байден, при том, что он плохо соображал уже тогда, сумел Трампа обскакать. В общем, тогда, надо сказать, истеблишмент провел очень ловкую операцию по устранению соперника Байдена внутри Демпартии и привел Байдена к победе над Дональдом Трампом. Я вообще эту историю привожу вам сейчас как доказательство способности американского истеблишмента манипулировать как избирателями, так и всякими избирательными процессами, так и общественным мнением и так далее. Это вполне возможно. И на самом деле такое случалось не раз. Это не то, чтобы в Америке все идеально честно и никогда там никто не подмухлевывает и что-нибудь не подкручивает. Подмухлевывает. Но на нынешних выборах, знаете, тогда почему собственно истеблишмент так делал? Да просто ради того, чтобы устранить опасность для себя. Потому что американские истеблишменты, американская бюрократия, американские политические, военные, экономические, юридические, какие угодно элиты, они понимают, что ага, вот тут приходит человек, который готов тут всю поменять систему, нас выкинуть на помойку и заменить нас кем-то другим. Это не нравится, они принимают какие-то определенные усилия для того, чтобы не допустить этого человека как властер. На нынешних выборах собирались, истеблишмент собирался протащить Байдена в Белый дом еще раз, хоть тушкой, хоть чучелом, даже несмотря на то, что Байден уже практически не мог говорить. Но, и тут надо, знаете, что еще хочу отметить? То, что Байден сам перед выборами 2020 года говорил, что я иду на один срок. Я один срок отсижу в этом самом, как в Белом доме, подготовлю себе замену и уйду после первого срока. Но, знаете, власть такой сильный наркотик, что даже уже находясь там при смерти, фактически, там уже с полуотключенным мозгом, Байден сказал, что нет, я передумал, я хочу остаться во власти на еще один срок. И истеблишмент сказал, ладно, хорошо, ну как бы, раз уж ты власть, мы тебя послушаемся. Всю конкуренцию Байдена на праймерис Демократической партии в 2024 году устранили. То есть, всех людей, кто пытался, кто вообще думал о движении против Байдена, их отговорили, кого-то запугали, кому-то еще сказали, что все, нет, не будет никаких праймерис. А в некоторых штатах праймерис просто отменили, сказали, что Байден наш кандидат, Байден наш человек. Хотя любому человеку, у которого есть просто глаза, видно было, что Байден уже просто не соображает, что нельзя такого человека тащить во власть на второй срок. Он разваливается на глазах. Но истеблишмент говорил, не верьте своим глазам, верьте нам, мы лучше знаем, мы лучше разбираемся в ситуации, голосуйте за Байдена. Хорошо, Байден победил в кавычках на этих самых праймерис и стал кандидатом от Демпартии на второй срок. Но Байдена при этом очень старательно оберегали от журналистов, от всяких публичных выступлений, не давали ему там схлестнуться с какими-то людьми на улице и так далее. Только лишь бы он что-нибудь лишнего не наговорил или не показал себя абсолютно отключенным от реальности, коим и был. Но на дебаты Байдену все-таки пришлось идти, но и на этих дебатах он показал себя, как мы все помним, во всей красе, просто он показал полную неспособность разговаривать. То есть он не просто там каким-то манипулировать цифрами, атаковать противника, отбиваться, как-то переводить стрелки на него. Он просто говорить не мог, он не мог, он не понимал, где он находится, не слышал реплик от своего оппонента, он не врубался в то, что он сам говорит. И Трамп сказал действительно, говорит, после какого-то из ответов Байдена, сказал, что я не понял, что он говорит, имеется в виду, что Байден говорит. И Трамп говорит, я думаю, что он и сам не понял, что он сказал. И я думаю, это было подмечено довольно верно. Ну и после этих дебатов стало абсолютно понятно, что при всем желании истеблишмента и самого Байдена еще раз протащить его на второй срок, это абсолютно невозможно сделать. Потому что вся страна увидела, что у старика полноценная старческая слабоумие, деменция, уж не знаю, как это называется, медицинский термин, сами подберите. Он просто умственно неполноценный стал. Это не оскорбление, но, к сожалению, у многих людей на закате дней такое случается. Мы вот так как люди, так устроен биологический вид. Я думаю, что не только люди. Да, к сожалению, теряем остроту ума, сообразительности. Некоторые ее теряют катастрофически на закате своих дней. Но Байден, знаете, все равно сопротивлялся. Говорит, неважно, что я плохо соображаю, ничего не понимаю, все равно хочу быть президентом. И пытался, знаете, прорваться, остаться за власть, зацепиться. И жена ему его там поддерживала, помогала. И многие другие его соратники. В телевизоре там пошли озаточенные бои, дебаты. Оставаться Байдену или уходить. И Байден говорит, я единственный, кто способен победить Дональда Трампа. Хотя это, конечно, неправда, но еле-еле уже буквально пришлось там устраивать настоящий переворот. Настоящую смену власти внутри демократической партии, чтобы Байдена от власти оттащить. Вот просто кричащего, визжащего старика за волосы, его там жидкие, едва оставшиеся волосы. Его оттащили от продолжения избирательной кампании. Просто ему все сказали в демпартии, что мы тебя не поддержим, никто тебя не поддержит. Ты эти выборы проиграешь и войдешь в историю как человек, сдавший страну Дональду Трампу. В общем, плюс, я так понял, что Байдену намекнули, что мужик, ты, конечно, можешь пойти, попытаться стать президентом, но если ты продуешь, то Трамп обещал уже, что он твоего сына Хантера в тюрьму отправит и много кого еще из твоих родственников в тюрьму отправит. Всей семьей Байденов будете сидеть на нарах, не исключая, скорее всего, и тебя самого. То есть, в этом смысле Байдена, видимо, припугнули, будь здоров, и он отказался от продолжения борьбы за президентское кресло. Но вместо Байдена потащили же во власть его вице-президентку Камал Харрис. Я, когда это увидел, я за сердце схватился, говорю, что же вы делаете, дураки, ну нельзя так, нельзя так. Она, почему? Ее, да потому что сработала бюрократическая логика, если начальник умирает, заболевает, не знаю, его машина переехала или там ковидом заразился, на его место садится его заместитель. В данном случае заместитель Кло, кто? Камала Харрис. Но проблема с Камалой в том, что она на выборах вот только что показала в 20-м году, как ультрабездарная, деревянная, глупая, нехаризматичная, неспособная интересно разговаривать, с душой просто общаться к публике. Знаете, она вот такой человек, что если она выучила урок, я думаю, многие, ну, по крайней мере, те, кто в школе учился, знают таких людей, которые хорошисты. Обычно они учились на четверке, такие люди. То есть он, вроде человек, как бы все уроки учит, да, и все правильно отвечает. Но если задают какой-то неожиданный вопрос, вроде та же тема, но с необычного угла заданный вопрос, у человека просто зависает картина, и он ничего сказать не может, потому что задан вопрос не так, как в учебнике. Все. Вот Камала Харрис из таких людей. У нее нет вот этого инстинкта, она не может на лету просто ответить на какой-то там острый вопрос, сложный вопрос. Она зависает, и она начинает молоть какую-то чушь. И сразу видно у нее в глазах, глаза стекленеют, и понятно, что она не понимает, о чем она говорит. Она не знает, какой ответ, и она начинает говорить, что мы всегда выступали за то, чтобы все население Соединенных Штатов Америки жилоха хорошо, счастливо и богато, потому что мы выступаем за хорошесть, за счастье и богатство. Вот какую-то такую ахинею, какую-то чушь, билиберду-билибердень просто несла. И все это как бы знали. Это же не Беном, не Томана. Были даже американские юмористы, делали скетчи на эту тему, что как Камала Харрис, ее там стекленеет, глаза начинают пороть какую-то ерунду на ровном месте. Все про это прекрасно знали. И все равно взяли, руководствуясь этой бюрократической логикой, все равно ее запихали. Почему так? Да потому что Джозеф Байден, когда шел в президента, в 20-м году, а он почему-то сделал обещание, дал обещание всему американскому народу, что вице-президентши свои я сделаю черную женщину. Почему черную женщину? Какого лешего чего? А почему не коричневую? Нет, говорит, черную хочу, а именно женщину. Будет у меня черная женщина, женщина вице-президентши. Причем с таким условием, что следующим президентом она и станет. То есть Байден это пообещал. Нафига он дал это обещание? Мы не знаем. Вот захотелось ему так. И Байден потребовался. Я хочу, чтобы была у меня вице-президентша черная женщина. Окей, ладно. Стали искать эту самую черную жену. Жена Байдена, Джоу Байден, она всегда обладала очень большим влиянием на своего мужа, и она знала, что он уже как бы не в лучшей своей форме. Ну, короче говоря, что он начинает тупить, тормозить, и у него деменция проявляется на всю катушку. И она специально подбирала ему в напарнице такую черную женщину, которая будет настолько бестолковой, настолько бездарной и не харизматичной, что никогда в жизни не сможет, так сказать, провернуть какую-нибудь интригу и Байдена отодвинуть и сама сесть в кресло президентша. Понимаете, в чем дело, да? То есть специально брали наименее подготовленную, наименее одаренную вице-президентшу, чтобы она не представляла никакой опасности для самого президента. И Джоу Байден искала, искала, искала среди кандидатур и выбрала Камалу Харрис, как вот человека, который реально, ну, просто ни о чем, да? Выбрала и посадили. И потом, чтобы ублажить Байдена, чтобы Байден ушел от президентской гонки, сказали, если хочешь Камалу, то будет тебе Камала твоей преемницей. Вот она пойдет, мы тебе это обещаем, мы тебе это гарантируем от лица демократического истеблишмента. И вот это была катастрофическая ошибка, на мой взгляд. Почему? Потому что взяли в кандидаты от демпартии человека наихудшего. То есть вот реально из всего огромного многообразия возможных кандидатов в президенту от демократической партии взяли самого неподготовленного, самого плохого, самого отвратительного. Может она как человек хороший, я не знаю. Хотя про нее рассказывают, что она очень злобная и, например, своих подчиненных постоянно пачками увольняет, орет на них и всякое такое. То есть не дает им жить нормально. Почему? Потому что супервысокомерная и очень злобная Камала. Не знаю, я свечку не держал, но про нее вот такое говорят. И у нее действительно большая текучка кадров в ее администрации. Но самое ужасное при этом, то что не было опять демократического процесса. Не было выборов, не было конкуренции, не было борьбы между разными кандидатами за пост. Кандидатов в президент. То есть сказали, какие-то непонятные люди, какие-то непонятные силы на съезде собрались, за которые тоже, как мы выяснили, никто не голосовал, потому что про Америс нормальных не было. И вот они на этом съезде сказали, она будет. Почему она? Просто она нравится, а все остальные не нравятся. И вот это отсутствие конкуренции, отсутствие демократического процесса, это, мне кажется, стало самой главной проблемой. Почему не дали возможности провести демократические выборы кандидатов в кандидаты? Да потому что мог победить опять, знаете кто? Берни Сандерс все тот же. Он самый популярный в Америке политик. Он даже популярнее, чем Камала Харрис и чем Дональд Трамп. Почему он такой популярный? Да потому что он честный. Кстати, он сенатор от штата Вермонт. И сейчас же были выборы, кстати, в сенат в штате Вермонт. И он опять победил, причем с гигантским отрывом, там 25 или 30% от своего республиканского соперника. И он победил уже чуть ли не в 25 раз, наверное, он становится этим сенатором. Ну ладно, я преувеличу. Раз, наверное, в пятый или шестой он становится сенатором. Суперпопулярный человек. И все боялись, опять же, демократический истеблишмент боялся, что этот Берни Сандерс возьми, да и стане опять кандидатом в президент. Вот демпартия. Этого была страшная опасность, поэтому сказали, нет, выборов никаких не будет. Вот кого мы назначим, тот в президенты и пойдет. Ну и назначили эту дурочку Камалу. Взяли бы Гретхен Уитмар. Взяли бы того же самого Тима Уолса, который был напарником Камала Харрис. Взяли бы Джошу Шапира, губернатора Пенсильвании. Взяли бы губернатора Калифорнии Говена Ньюсома, в конце концов. Хотя Ньюсом он, конечно, такой хлыщ, лощеный, знаете, такой либерал из Лос-Анджелеса. То есть такой человек, которого почти вся Америка ненавидит. Но я думаю, даже он был бы лучше, чем Камала Харрис. Вот реально, море молодых, хватких, говорливых кандидатов было у демпартии. Ну и в конце концов могли взять Мишель Обаму. Мишель Обама это кандидат, стопроцентная узнаваемость в Америке. Все ее любят, все ее уважают, все хотят, чтобы она была президентшей. Но нет, она сама не хочет, и она отказалась. То ли отказалась, то ли ей не да. Непонятная там история. Но в общем, поставили Камалу, который никогда ничего не выигрывал в своей жизни. Кроме каких-то выборов в Калифорнии, которые, как говорят, опять же ей подрисовали. Специально, потому что она была любовницей, кого надо в Сан-Франциско. И поэтому, собственно, ей там и нарисовали эту победу. Я, знаете, когда это произошло, это произошло в августе. Назначили Камалу Харрис кандидатом в кандидата от демпартии. Я тогда сказал, что она продует. И она точно продует. И меня тогда за это дело очень сильно ругали. В Фейсбуке многие люди писали мне, что я идиот, что я вообще не разбираюсь в американской политике. Что у меня нет никакого представления о том, что я говорю. Что Камала Харрис на самом деле очень талантливая. Что она разумная, что она красавица, умница и всякое такое. И что она с большим отрывом разгромит этого старого дуралей Дональда Трампа. Я, кстати, не спорю с тем, что Трамп старый дуралей. Но она гораздо хуже. Почему хуже в качестве кандидата? Да потому что она была неталантливым политиком. И она и есть бесталантным политиком. То есть вы не можете сделать... Политик в какой-то степени это как поэт. Ты не можешь научиться быть хорошим поэтом. Ты либо хороший поэт, и тебе никакая учеба не нужна. Либо ты плохой поэт, и никакая учеба тебе не поможет. То же самое с политиком. Ты не можешь научиться. Если в тебе нет этого чувства политического, вот этого хватки этой, то и все. Ты как бы, извините, инвалид в этом смысле. У нее этого нет. А у Трампа есть. Трамп, при том, что вся его политика мне не нравится, надо отдать должное. У него вот эта политическая хватка, политическое чутье у него есть. И поэтому, знаете, поставили просто как, не знаю, какую-то женщину-боксера против Майка Тайсона. Ну, понятно, чем этот приединок кончится. Я тогда и сказал, что она проиграет. Мне говорят, нет, на самом деле, нет, нет, нет. Ну, а потом началось. Потом были буквальные повторения компании Хиллари Клинтон 2016 года. Там знаменитости выступали за Камалу типа Бейонсе, типа Роберта Де Ниро. Она снялась в скетче для Saturday Night Live. Это такое немористическое шоу в Америке, где она типа сама с собой разговаривала. То есть с актрисой, которая в других скетчах ее изображала, разговаривала. У Хиллари Клинтона был точно такой же скетч. И за Хиллари Клинтона выступали те же самые знаменитости голливудские. И всякие певцы, музыканты и так далее. И я понял, я смотрю на это все и думаю, не, нифига, ничему они не научились. Ни черта они не понимают. Знаете, у меня иногда было ощущение, что я много себя восхваляю, мне кажется, многовато. Ну, короче, у меня было ощущение, что я думаю, ребята, я что, лучше вас, что ли, разбираюсь? И вижу то, что вы совершаете ошибку за ошибкой в американской политике. Ничему не научились. Но самое главное, не поняли, в чем главная проблема была и Хиллари Клинтон, и вот сейчас, как мы видим, Камала Харрис. И вообще всей нынешней американской политической жизнью. В чем эта ошибка, сама главная, давайте уже через небольшой перерыв. Сейчас у нас новости рекламы. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.